Идут бои и достаточно жаркие бои. Идут они в районе Большой Александровки, в том числе и те направления, которые мы сейчас можем озвучивать. Кроме того, враг не так уж и все силы перебросил на донецкое направление. Мы говорили о том, что очень большой поток техники пришел и под Херсон. Порядка 120 единиц, хоть и 50-летних, но все-таки танков Т-62 и бронемашин пришло. И позиции для танков также оборудуются и пытаются все-таки укрепиться, хотя бы укрепиться на тех рубежах обороны, втором и третьем, которые для себя создавались с использованием железобетонных конструкций. Но наши контрнаступательные действия имеют эффект, хотя они осложняются тем, что оккупанты подорвали мосты через реку Ингулец. И это, конечно, осложняет дальнейшее продвижение, но не останавливается. И по информации из Днепра, они сейчас медленно, выжигая все города и села, приближаются к Днепропетровской области, я так понимаю, на севере Херсонской, находясь при этом. Есть такая тактика, тактика выжженных поселений, и она используется уже неоднократно оккупантами. Но еще раз повторяю, что давайте не будем превозносить врага, но и недооценивать его тоже. Мы знаем, что у них силы велики, но наше сопротивление свято, и оно будет оправданным.